Всем привет! Сегодня будет ремонт для одного из наших подписчиков. Прислали видеокарту RTX 2070, со слов владельца она сгорела. Ее пытались сдать по гарантии, но в магазине, где приобреталась карта, в гарантийном ремонте отказали. Хотя это странно, если на момент возврата не было следов механического повреждения или залития, то должны были отремонтировать или же заменить бракованный товар на аналогичный новый. Видим поврежденные лопасти на двух вентиляторах. Может из-за этого и отказали. Точно не могу сказать. Также владелец сообщил, что у видеокарты сгорели 8 асфетов с маркировкой QN3103. Не знаю откуда у него эта информация, но если это действительно так, то я не буду сразу подключать ее в свой системный блок. Сначала нужно проверить наличие короткого замыкания по линиям питания. Если оно есть, то надо будет устранить и после этого уже проверять работу на компьютере. Разбираю видеокарту. Пользуясь моментом, хочу поблагодарить всех своих донатеров. Благодаря вам, у меня есть возможность делать видео без рекламы и без интеграции. Напоминаю, что поддержать канал донатом вы всегда можете по первой ссылке в описании. Все винты крепления выкручены. Осторожно извлекай систему охлаждения. Она буквально приклеилась к плате. Отключая провода и откладываю охлаждение. Далее нужно снять шасси и заднюю панель. Для этого точно также нужно выкрутить несколько винтов. От задней панели на плату идет провод. Очевидно, что это подсветка. Отключаю. Осматриваю плату электроники на предмет явных дефектов и нахожу вот это. Место, где должны были находиться две микросхемы наподобие этих. Вернемся к этому чуть позже. А сейчас давайте проверим, что там по коротким замыканиям. Первая 12-вольтовая линия дополнительного питания прозванивается на землю. Это плохо. Вторая линия в норме. Надо разбираться, почему первая линия в КЗ. Что-то мне подсказывает, что нужно внимательнее осмотреть это свободное место для микросхем. Посмотрим под микроскопом. Похоже на прогар. Очевидно, что сгорели микросхемы и их выпаяли. Но получилось так, что они выпаялись вместе с монтажными контактами. Такое бывает после сильного перегрева микросхем, когда они буквально прикипают к монтажным контактам. Микросхема чуть выше, судя по всему, тоже сгоревшая. На это намекает вот этот вот прыщ прямо по центру корпуса. Маркировка на микросхемах QN3103. О них и говорил владелец. Посмотрел даташит. Это мосфеты. Причем достаточно мощные. На 55 ампер. Не знаю, за что конкретно они могут отвечать. Так как у меня нет схем на подобные видеокарты. Думаю, что они не относятся к фазам питания видеочипа или видеопамяти. Так как реализованы они здесь на диармосах. Вот они. Что ж, сгоревшую микросхему нужно выпаять. Использую для этого термофен. Рядом стоящие конденсаторы закрыл алюминиевой фольгой, чтобы не перегревать. Готово. Выпаял обе микросхемы. Правда, та, что сгорела, развалилась. Но все же посмотрим, что это дало. Короткое замыкание осталось. Может быть это из-за части сгоревшего мосфета. Выпаиваю все осколки и еще раз прозваниваю. Все то же самое. Явно это уже не из-за тех микросхем, которые были выпаяны. Неисправно что-то еще. На плате есть еще один такой же блок из четырех мосфетов. И, судя по следам перегрева на верхней паре, этот блок микросхем тоже вышел из строя. Думаю, что их тоже стоит выпаять. Все четыре мосфета. Картина получилась один в один, как на блоке мосфетов справа. Схем, как я и говорил ранее, у меня нет. Поэтому не могу сказать, за что отвечают сгоревшие мосфеты. Короткое замыкание осталось. Но теперь мы знаем, что это не из-за мосфетов. Или же не только из-за них. Надо проверять фазы питания в виде чипа и памяти. Так как неисправность в них также может давать короткое замыкание по 12-вольтовой линии. Прозваниваю конденсаторы. Каждый из них соединен с соответствующей фазой. На одном из них обнаружил замыкание. Как минимум на одной фазе из десяти есть проблема. С обратной стороны платы под каждым диармозом имеется по паре керамических конденсаторов. На проблемной фазе на этих конденсаторах коротыш. Помню, что на видеокартах серии RX встречались проблемы с подобными кондерчиками. Может быть тут тоже проблема с ними? Проверить просто. Нужно выпаять их и посмотреть уйдет ли замыкание. Короткое замыкание осталось. Ну и последнее, из-за чего оно может быть, это неисправность микросхемы диармоз. Проверяется точно таким же образом. Выпаиваю деталь и еще раз прозваниваю. Вот теперь короткое замыкание пропало. По 12-ти вольтовой линии питания сейчас тоже должно быть все в порядке. Проверяю. Хорошо. Оказалось, что проблема в диармозе. Вместо него нужно будет установить новый. А что касается сгоревших мосфетов, то их я трогать не буду. Так как часть их монтажных контактов прогорела. Даже не представляю, зачем тут нужны эти мосфеты. Повезет, если они отвечают за какую-то вторичную функцию. Например, за подсветку или что-то типа того. В общем, сейчас нужно подключать карту и смотреть. Если заработает, то подписчик настоящий везунчик. Если же нет, то не судьба. Моих навыков ремонта сейчас будет недостаточно для восстановления этой карты. Так как короткого замыкания по питанию теперь нет, то ее смело можно подключать в системный блок. Включаю, контролируя при этом температуру видеочипа. Кристалл быстро нагрелся. Надо накинуть хотя бы самое простое охлаждение. Беру небольшой радиатор и еще раз включаю. Это значит, что владельству сильно повезло. Похоже, что она делается заменой сгоревшего диармоза. Нового под замену у меня сейчас нет. Нужно заказывать. Но собрать карту и протестировать можно уже сейчас. Она вполне исправно будет работать и без одной фазы питания. Главное при этом ограничить мощность. Я выставил значение Power Limit 80% от номинала. После этого можно смело переходить к тестированию. В общем, видеокарта отлично работает. У нее даже подсетка есть. И вентиляторы отрабатывают как надо. На Алиэкспресс заказал новый диармоз 95481RWJ. Видимо продавец немного ошибся и прислал немного другой. 95480RWJ. Посмотрел по даташитам. Параметры схожие. Поэтому решил установить его. Но уже при залуживании контактов заметил что-то неладное. Они очень плохо залуживались. Как будто металл покрыт ржавчиной. Плохо обрабатывается. Нужно буквально тереть жалом, соскребая оксидную пленку. Несмотря на это, в итоге я ее вполне хорошо припаял. Видеокарта запустилась. Но при проверке фазы осциллографом выяснилось, что она не заработала. На выходе диармоза нет импульсов. Перепаял микросхему. Но это не принесло никаких результатов. Скорее всего так из-за самой детали. Потому что и маркеровка у нее другая. Да и само качество исполнения сомнительное. Видно было уже потому, как она залуживается. Решил перезаказать микросхему у другого продавца. В итоге получил вот эту деталь. Точно то, что мне нужно. 95-481-RWJ. С ней вообще никаких проблем. Контакты залуживаются буквально в одно касание. Сразу видно. Оригинальная запчасть завода. А не из подвала дядюшки Ляо. Хотя цена была примерно одинаковая. Микросхему припаял. Давайте проверим, заработала ли фаза. Видеокарту для этого подключаю через райзер. Чтобы было удобнее делать замеры. Проверяю все фазы. Импульсы есть на всех фазах. Теперь они все работают. Можно собирать карту и тестировать ее уже без ограничения мощности. В плане нагрева она мне очень понравилась. Под максимальной нагрузкой не более 56 градусов. Правда это с измененным графиком работы вентиляторов охлаждения. Проверил производительность в бенчмарке. Она оказалась на уровне других RTX 2070. То есть отсутствием отсветов вообще никак не сказалось на работе видеокарты. После пары недель тестирования никаких дополнительных дефектов не проявилось. Видеокарта восстановлена. Разве что можно еще заменить вентиляторы. Но потребности особой в этом нет. Так как они работают на малых оборотах. И несмотря на отсутствующие лопасти. Не создают вибрацию на системном блоке. Так или иначе. Тестировать видеокарту я уже устал. И надо поскорее возвращать ее владельцу. Мой ремонт на этом завершен. Благодарю вас всех за внимание дорогие друзья. И до скорых встреч в других ремонтах.